Добрый день, подписчики страницы Байги Ньюз Киезет. Мы находимся сейчас на встрече благополучия на тему «Благополучие детей. Актуальные направления и эффективная практика защиты прав ребенка». Эта сама встреча была приурочена ко Всемирному дню ребенка. Состоит из двух сессий. Первая сессия только что прошла. С нами в прямом эфире Закиева Динара Булатовна. Уполномоченная по правам ребенка Республики Казахстан. Здравствуйте, Динара Булатовна. Расскажите, пожалуйста, о данной встрече. Добрый день. Сегодня состоялось мероприятие, которое приурочено к Международному дню ребенка. На этой встрече собрались все региональные уполномоченные по правам ребенка, специально приехали, и также представители неправительственных организаций, профессора, эксперты, представители государственных органов, для того, чтобы в совместном диалоге провести обсуждение предложений, поднять острые вопросы по основным двум тематикам, которые озвучены сегодня. Первая – это вопросы безопасности детей, и вторая тематика посвящена здравоохранению, социальной поддержке детей. В первом отделении сегодня был представлен законопроект по безопасности детей, который был разработан совместно с правительством Генеральной прокуратуры, Министерством внутренних дел образования, Министерством труда и социальной защиты, Министерством культуры информации и Национальной комиссии, а также депутатами фракции от партии Аманат, профессорами, экспертами, представителями НПО. И данный законопроект сейчас находится на заключении правительства, его рассматривают, изучают. И в данном законопроекте в целом предусмотрено более 50 поправок, которые включают в себя в целом два направления. Первое направление касается мер профилактики, а именно создания инфраструктуры для оказания помощи семьям в трудной жизненной ситуации и вывода их из сложной жизненной ситуации для того, чтобы обеспечить всем комплексом услуг и программ, которые предоставляет государство. И во второй части законопроекта предусмотрены меры, направленные на ужесточение наказания за преступления в отношении детей. Это уголовные правонарушения. И в данном пакете предусмотрено, например, исключение примирения по преступлениям, связанных с совершенных в отношении несовершеннолетних, так как 30% дел сегодня закрывается за примирением сторон. Кроме того, исключение ограничения свободы, как вида наказания по тяжелым преступлениям в отношении детей, например, нанесение среднего, тяжкого вреда, здоровье, истязание. Например, в селе Жбек-Жола тот преступник, который убил девочку в селе, он как раз находился под ограничением свободы дома. То есть, по сути, это не наказание, а нахождение дома. Также предусматривается заключение под стражу по преступлениям, совершенных против половой неприкосновенности, и тяжелым преступлениям, связанным с физическим насилием в отношении детей на время следственных действий. Кроме того, предусмотрено внесение статьи приставания сексуального характера в отношении несовершеннолетних, поскольку на сегодняшний день у нас есть около пяти поправок, которые предусматривают ответственность за преступления против половой неприкосновенности, но они не включают в себя в свой состав те деяния, которые относятся к приставанию. И, к сожалению, эти лица не привлекаются к ответственности, а завтра они могут пойти работать в детские учреждения, например, что очень опасно. И также, в целом, такие действия должны пресекаться по закону, и за них должна быть ответственность. Кроме того, предусматривается внесение специальной статьи насилия в отношении несовершеннолетних за счет пересмотра существующей 140-й статьи Уголовного кодекса, которая будет рекламентировать с собой три части, включающие все субъекты, которые совершают правонарушения, уголовные правонарушения в отношении детей. Также включаются деяния, связанные с побоями, с нанесением легкого вреда. Сейчас они в Административном кодексе, и таким образом мы вносим в Уголовный кодекс побои и легкий вред. Вместе с тем ужесточается насилие за жестокое обращение в отношении детей. Кроме того, предусмотрен блок поправок, связанный с безопасной инфраструктурой, запрет высадки ребенка из автобуса, если он находится без сопровождения взрослого, поскольку на сегодняшний день у нас в пяти регионах бесплатный пресс для детей, а в остальных регионах есть случаи, когда детей вот так высаживают из автобусов, и, соответственно, ребенок остается на улице в темное время суток, в холодную погоду, например, и так далее. Поэтому в целом данном законопроекте также предусмотрены меры, касающиеся детей, осужденных за совершение каких-то преступлений, для того, чтобы, наоборот, предотвратить дальнейшее совершение преступлений. То есть очень много как профилактических мер, так и мер, которые связаны с ужесточением наказания, потому что именно так мы можем сформировать культуру неотвратимости наказания и культуру неприемлемости насилия в целом. Кроме того, сегодня было объявлено о том, что при Институте уполномоченного по правам ребенка создается социальная лаборатория, куда мы приглашаем вступить все неправительственные организации для того, чтобы на этой площадке находиться в постоянном контакте и работать над законодательными мерами, которые необходимы на сегодняшний день в разных сферах, так и над принятием конкретных мер. Кроме того, сегодня мы озвучили те направления, по которым работаем в сельской местности, а именно открытие спортивной инфраструктуры для детей. Сегодня 2247 сел не имеет никакой спортивной инфраструктуры для детей. Также обсуждали и меры по развитию инфраструктуры для детей с особыми потребностями. Мы работаем над открытием 27 центров реабилитации в районах страны в течение двух лет совместно с Минздравом, Казахстан, Халхана. Также мы работаем над развитием центров аутизма. Вот в этом году 4 открылась, еще 4 открывается. То есть направления очень разные. Кроме того, коллеги сегодня озвучили, уполномоченные по правам ребенка с регионов, озвучили очень хорошие предложения, касающиеся внесения изменений в законодательство, по мерам профилактики, в том числе по количеству сотрудников опеки. Сегодня, например, у нас в стране на 6,5 миллионов детей только 300 человек сотрудники органов опеки. И у ста из них это совмещенная деятельность. И очень справедливо поднимался вопрос о том, что вопросами защиты прав детей должно заниматься намного большее количество людей, и поэтому сотрудников опеки, и поэтому, конечно, его необходимо увеличить в соответствии с международным стандартом. Это один сотрудник на 5 тысяч детей, сейчас у нас один сотрудник на 22 тысячи детей. Кроме того, озвучивались хорошие предложения и по исследованию причин совершения преступления, для того, чтобы в дальнейшем вносить новые изменения. Озвучивали хорошие предложения и неправительственные организации. Создавился очень хороший диалог, как вы видите, закончилось буквально 15 минут назад, никто не хотел расходиться. Очень полезные, на самом деле, такие мероприятия, потому что прошел хороший обмен мнений, и самое главное, что коллеги все пришли, и представители неправительственных организаций, с конкретными предложениями. И мы уже вот собрали пакет предложений, сегодня они обещали высылать те предложения, которые еще не успели озвучить, для того, чтобы мы их могли включить на рассмотрение, для включения в законопроект. Смотрите, такой вопрос, сейчас у вас есть ли какая-то статистика, вот именно какие нарушения в плане детей, то есть есть какие-то, то есть там насильственные характеры, или тот же самый больник, есть ли какая-то статистика, цифры какие-то? В целом у нас каждый день в стране совершается 6 уголовных преступлений в отношении детей, 3 преступления против половой неприкосновенности детей, 4 тысячи детей у нас поступает в Центр адаптации несовершеннолетних и в детские дома вследствие разных причин. И одной из причин как раз таки является отсутствие системной профилактики по оказанию своевременной помощи семьям в трудно-жизненной ситуации, в неблагополучии. И поэтому эти вопросы также решаются в этом законопроекте, который мы сегодня представили. Около 200 детей в год у нас выпадает закон. Происходит травматизация, и, к сожалению, даже смерть при падении в люки. И поэтому эти меры мы тоже здесь предусмотрели в законопроекте, связанные с безопасностью инфраструктуры. Вот, к сожалению, такая статистика есть на сегодня. И не только статистика, но и сами причины совершения этих преступлений изучалась для того, чтобы внести наиболее эффективные меры, связанные с безопасностью детей. Такой вопрос, еще один. Это еще вот, смотрите, такой вопрос. Это касательно буллинга в школе. То есть сейчас это самая актуальная, можно сказать, проблема. Дети страдают буллингом в школе, можно сказать, травля. И после этого сами дети, к сожалению, у них психика ломается. Некоторые совершают суицид. Вообще какая работа ведется по этому? То есть это психологи работают, правильно? Действительно, очень актуальная проблема. Как раз сегодня она обсуждалась. И в рамках законопроекта опять-таки предусмотрены меры по усилению психологических служб в регионах. Как вы знаете, по поручению президента открываются во всех регионах центры психологической поддержки, что очень важно, поскольку у нас на сегодняшний день в регионах школах нет единого подхода по профилактике суицида, буллинга, выявлению насилия. В одной школе это в цифровом формате происходит, а в другой школе, например, 4 месяца только анкеты изучаются, что может быть уже поздно. Поэтому открытие этих центров и их законодательное закрепление, их работы, компетенции в законе очень важно. Вместе с тем, в Министерстве просвещения подписан комплексный план совсем недавно, в котором предусмотрено внедрение антибуллинговой программы. Сейчас одно из лучших в мировой практике. Сейчас как раз идет работа над этим. И с 2024 года в 80 сельских школах уже она будет внедряться, и затем уже будет увеличиваться количество школ в последующие годы с большим охватом. То есть первый год она идет как пилотный, но программа будет именно адаптирована под наши особенности, менталитет, для того, чтобы это было все понятно, соответственно, любому возрасту. То есть там делятся на возрасты, на категории, для того, чтобы каждому ребенку можно было бы донести именно идеи уважительного отношения друг к другу. То есть правильный воспитательный контент, так скажем. Кроме того, очень важно здесь отметить, что предусмотрено и увеличение количества психологов. Вот сегодня как раз говорили о том, что у нас на одного психолога в школе полторы тысячи детей. Естественно, как он будет справляться? И для этого предусмотрено увеличение количества психологов. Норма вводится один на 500 детей. Это тоже, конечно, мало, но в любом случае это в три раза больше, чем сегодня есть, да, по количеству и соответственно. И, соответственно, это увеличит возможности для наших психологов для более адресной работы с детьми. Кроме того, предусмотрены и иные меры, связанные с кадровой нагрузкой и с кадровым потенциалом, зарплата, статус психологов и иные вопросы. Вы сказали, на международном опыте можете примерно страну назвать? Вообще изучается финский опыт. Финский опыт. То есть у них вот такой как раз... Да, именно у них одна из лучших антибуллинговых программ, которую рассматривается сейчас в Министерстве просвещения. Все хорошо. Большое спасибо за эфир. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин